А вы знаете, что объединяет имена Натальи, Ирина, Вадим и Андрей с именем Отечественного автопрома? Не знаете? Знакомьтесь! ВАЗ-2131 НИВА! В 1970 году председателем министра СССР Алексей Николаевич Косыдин дал задание трем автомобильным заводам СССР создать комфортабельный внедорожник. «Москвич-2152» был выпущен на московском заводе, но по техническим данным и своему внешнему виду он больше напоминал УАЗик, поэтому от него быстро отказались. В это время на «Ижмаше» выпустили «Москвич-Иж-14». Ничто он не напоминает? Да это же внешне 412-й «Москвич» в кузове, по приходимости превышающий очень многие показатели своего времени. Но, так как в это время «Москвич», вернее «Ижмаш» занимался заданием по созданию комби, машину сняли с производства и с разработок. В это время на автовазе выпустили вот этот автомобиль «ВАЗ-2122» «Река». Первый прототип «Нивы». Это еще не совсем комфортабельный внедорожник, но совсем уже очень близко. Так как на «Ижмаше» в это время отказались от разработок, всю документацию передали на «Волжский» автомобильный завод. И вот она, в 1977 году появилась легендарная «ВАЗ-2121» «Нива». Та самая, которая стала легендарным автомобилем не только у нас в Советском Союзе и в России, но и во всем мире. А на 1977 году на конвейер стала легендарная «Нива» «ВАЗ-2121». Легендарность этого автомобиля была не только отмечена нашим автомобилестроением, но и мировым автомобилестроением в целом. Это был первый в мире автомобиль с постоянным полным приводом и несущим кузовом. Если вам кто-то скажет, что такие автомобили впервые появились в Японии, идите в них камень. Они не правы. «ВАЗ-2131» стала на конвейер в 1994 году. Своим рождением она обязана не только легендарной «Ниве», но также очень интересному и перспективному автомобилю «ВАЗ-2120» «Надежда». К сожалению, этот автомобиль пошел в серию, но из-за больших технических и также бюджетных проблем на автовазе выпущено их было всего 8000 экземпляров. В 1994 году на конвейере стало выпускаться «ВАЗ-21213» и «ВАЗ-2131». Основные различия в кузове стали измененная задняя дверь. Раньше эта дверь была немного короче, но, как говорили некоторые люди, порожа, которая стояла раньше на старой модели, был не очень удобен для погрузки тяжелой покладжи в салон. А теперь основные различия между «ВАЗ-2121» и «213-й» от этой модификации. Прошу. Большой багажник, который увеличился практически в два раза. Извиняюсь за беспорядок, это типичный багажник «Нивовода». Там, где машина уже не может ехать сама, поможет инвентарь. Поэтому мы возим всегда лопату, донкрат и все необходимые инструменты. Этот багажник стал большим подспорьем для любителей охоты, рыбалки и дачного отдыха. Также были изменены и фонари заднего хода. Раньше они были, как у «ВАЗ-2106», но с «ВАЗ-94» они вошли в серию именно с такими фонарями. Портотипом для них послужил «ВАЗ-2104» – фонарь заднего хода. А теперь оцените размер этого автомобиля. От предыдущего кузова их отличает вставка в 500 мм. Вот видите место соединения? Вот здесь был наварен автомобильный кузов. Посадка в автомобиль стала удобнее, так как появилась с каждой стороны отдельная дверь для пассажира. Прошу пройти внутрь. Как видите, здесь добавилось достаточно большое количество места для пассажиров заднего ряда. Приглашаю своего ассистента продемонстрировать это. Отнесите, пожалуйста. Как видите, у нас даже есть еще место для одного пассажира. В старой Ниве этого было сделать невозможно. С 1994 года автомобиль получил обновленную панель. Как вы видите, она сделана из очень мягкого пластика и является энергопоглощающим. Автомобиль получил новую панель, новый руль. Но первое, что бросается в глаза любому автолюбителю, это непривычное большое количество рычагов. Сейчас я вам объясню, для чего они. Это рычаг КПП. Раньше она стояла четырехступенчатая, теперь она пятиступенчатая. Нареканий по ее работе никогда не было и не будет. Это одна из самых лучших коробок, которая ставится на нашем автопроме. А теперь про эти два маленьких рычажка. Это рычажок понижайки от раздатки. Именно раздатка отличает жигуленок от Нивы. Понизив скорость, может сделать этот автомобиль более проходимым. А если включить и этот рычажок, балкировки, то всефролазный УАЗик будет вынужден тоже уступить дорогу для проезда и этой красавице. А теперь покатаемся. Управлять этим автомобилем стало значительно удобнее с 1994 года. Автомобиль получил очень большой, удобный руль во вхвате. Стал значительно шире, чем он был на 2121. Как я и говорил, нареканий к работе коробки никаких нет. Автомобиль данный. Выпущен в 2006 году. И уже оборудован новым эжекторным двигателем. Рабочим объемом в 1,7. Работает двигатель очень приземисто. И на низких оборотах, и на достаточно высоких оборотах тоже. Любите и знайте историю отечественного топрома.